Но они все равно вместе. Дошло до криков и оров на ресепшене. Пойду еще одну сутлонку пробую. Если кто-нибудь их у меня порвал. Мы в чужом отеле, все. У меня это только второй день. Все в глазах потемнело, начались звездочки, я думала, я в обморок упала. Док, док. Га-га. Мы потеряли Сашу. Я не буду в начале ролика мучать вас тем, чтобы попросить вас подписаться на канал, потому что это, видимо, уже бесполезно. Поэтому просто пожелаю вам приятного просмотра. Ну что, друзья, наш влог начинается. Влог в Турцию с Сашей, мамой. Это будет, наверное, что-то невероятно веселое. Раз чемодан, два чемодана. Все, мы собраны. И мы готовы выезжать. Ребят, настроение вот примерно вот такое. Боже, у нас одинаковые чемоданы. Это парные чемоданы. Саша сказал, что он вызвал комфорт, но не сказал, что приедет в бизнес-класс. Вау. Да, он настолько обленился, что даже вот едет вот так. Конечно, его трудится нормально. Ой, не надо такое лицо. Все, ребят, прилетели мы. Ой, тху, блядь. Мы в Череметьево. Идем к мамочке встречаться с нею. Наша стоит. Я думала, ты в начале очереди. Чего? Как на острие? Вообще супер. Ультра-Оланд клюзив готова. У нас люкс. Ультра. Ну, мы вообще едем так. Это вообще в люкс, на самом деле. И рядом в этот Диснейленд. Мы в Париж. А Сашка досыпает свое. Валерное селфисти. Турки. Где у вас Турция? Мы с мамой пришли какой-то очень быстрый досмотр, потому что там все по этим терминалам. Биометрия. Просто там сканирует паспорт, смотришь в камеру и все, быстро ты проходишь. А у Саши старый-старый паспорт. Мы тут сделаем, там очередь. Уже не получится. Да, у нас-то нового образца. Мы с мамой в том году сделаем новый. Друзья, самолет с тремя рядами. С тремя. Прикиньте, очень круто. Нам просто дали присесть, и он говорит, ой, это для нас резнин. Ладно, не машина, так хотя бы кафе. Что уж. Я тебе оплачу его. Как это не машина? Ты сегодня плачешь? Нет. У меня завтрак императора. У мамы вот такой немецкий, и у Сашки немецкий. Дождешь, мам, дождешь. Так, все, едем. Ребят, реально, три ряда. Я один раз в жизни летала на таких, и мне очень понравилось. Реально, очень круто. Телевизор. Но они все равно вместе. Герлс Пауэр. Итак, чем же нас кормят? Вот таким вот салатиком, смотрите. Вот такой же, такой же ухлик. Вонючая курица с микрородой и брокколи. Воняет говном. Конкретно. Каменный, просто твердейший. Пряник. Булочка. Масло такое. А вот масло сливочное и оливковое. Прикольно то, что здесь многоразовые стволовые металлические приборы. Вау. Ну, зачем они, конечно, их упаковали вот так? Ну, ладно. Ладно. Фикс-то, и дама есть. Две. Две красных. А я одна сезю работаю. Две красных. Можно выиграть, можно фильмы смотреть. Я выбрала смотреть для нашим полетом. А еще, смотрите, как. Ой. Вот, смотрите, просто игровая приставка. Просто. Я не могу. Как уж круто. Смотрите, здесь есть камера пилота. Ну, вот что он сейчас видит. Сашка, он играет в какую-то такую игру. А мы, собственно говоря, уже садимся. Прилетело. Все, моя добралась до... Ой. Старбукса. Разводит Сашку уже на фрапик. Кофе, конечно, не будет в истории. Давайте немножко расскажу более подробно, что произошло, чтобы вы понимали контекст и мои такие яркие, ярые эмоции. Когда мы пришли в номер, зашли, мы увидели две кровати и раскладушку, раскладушку, которая была вот так вот промята, соответственно. А, и еще мы увидели там фруктовую корзину, где было три маленьких вот таких рахат-лакумника, гнилой апельсин и бананчик. Очень страшно, очень сильно воняло рвотой в нашем номере и также с сигаретами. Вот, и, собственно говоря, мы пошли разбираться на ресепшн с Сашей, и дальше вы увидите, что произошло. Ребят, я ничего не снимала, но это был просто пиздец. Дошло до криков и оров на ресепшне. Я их вкратце расскажу. Саша пришел на ресепшн, его послали нахуй. И сказали, ну, пишите на почту, если вы чем-то недовольны. Саша говорит, типа, давай, приходи, так будет убедительнее. Ну, типа, когда два человека. Ресепшн просто вообще было на нас похуй. Вообще похуй. Вот прям, вот это считается вообще люксом, ребят. Я говорю, нет, мы заплатили очень много денег. Это пятизвездочный отель. И, типа, давайте мы решаем прямо сейчас ситуацию. Я говорю, несите нам сюда кровать. Думаю, все. Я говорю, давайте уже зовите там еще кто есть выше. Хоть директора, хоть управляющего, кого угодно. Они говорят, идите, типа, туда в сервис для клиентов. Мы пошли в сервис для клиентов. Там нам сказали, тоже нас... Ну, типа, им было не то, чтобы сильно на нас есть дело. Возможно, принесем кровать. Возможно, нет. Нужно уточнять. Вот. Там перезвонят. Вот. И фрукты вам заменят. Такое нам принесли. Там уже хотя бы шесть фруктов. Вот два фруктика на каждого. Потом приходится, не знаю, наверное, управляющая. Саша уже ушел к маме. Попросила пойти к маме, потому что она была одна. Мы просто были готовы удушить друг друга. Я там уже на нее начала орать. И по итогу нас переселили в такой же вот невероятнейший номер с красными вот этими такими интересными элементами. Только у нас будет получше вид на все море. Потому что здесь видно только край моря. Здесь только видно чуть-чуть моря. Все остальное уже не видно. А нас сейчас переселяют в другую часть. В верхнюю вот туда, на шестой этаж. Это стоило полтора часа оров. Просто невероятнейшего, ужаснейшего отношения к нам. Потом мы еще пошли кушать. И там были еще эти искусственные цветы. А мы с мамой называем искусственные цветы могильными похоронными. Типа, знаете, вот вы кушаете, и у вас там выцвящие вот такие вот розочки стоят. Это пятизвездочный отель. Внимание, пятизвездочный. Короче, территорию мы пошли погуляли, посмотрели. Вроде территория плюс-минус нормальный. Я выбрала, что мы вечерком сейчас будем сновидеть пищеблог. Потому что скоро выходит второй сезон. А я еще не ознакомлена с первым. Там про вампиров в пионерском лагере. Очень интересная, очень хорошая оценка на кинопоиске. И я буду смотреть совершенно бесплатно. Потому что я пользуюсь плюсом. Яндекс Плюс это единая подписка на кинопоиск и Яндекс Музыку. Также в это путешествие я открыла для себя дополнительную опцию данной подписки. Букмейт, где можно читать и слушать аудиокниги. Согласитесь, удовольствие от отдыха получаешь вдвойне. Друзья, хочу, чтобы вы так же, как я, получали удовольствие от Яндекс Плюса. Поэтому даю вам промокод Лиза Плюс, который дает 60 дней Плюсы и опции Букмейт бесплатно. Одни плюсы. Он доступен новым пользователям и тем, у кого нет активной подписки на Плюс и дополнительную опцию Букмейт. Только для пользователей из РФ. Чтобы его активировать, переходите в описание под этим роликом, и там будет ссылка. Будьте всегда в Плюсе, а я пошла смотреть пищеблог дальше. Вот только боли у нас необычные. Тако красиво. Мы даже сегодня собирались на Пилатес. Мы на него не успеваем. Давайте ставить ставки, оставилось ли что-нибудь на завтраке или нет. Конечно же, я хожу по лестнице. Нет, ну я и на лифте езжу. Ну, конечно, вот решила, да, хотя бы Пилатес как-то компенсировать немножко двумя этажами вниз просто. Мне кажется, это очень по-спортивному, да? Такая спортивная. Ребят, не я первая, не я последняя, да, как говорится. Тут народу просто кишак. Ну что же нам взять? Какую-то вкусняшку, наверное, да, как всегда. Вот такую вкусняшку. Тут у меня какая-то слоёная лепёшечка. Блинчик с чоколадом. Это вообще, вот каким боком сюда просто сладкое приехало. Помидори. Носось. Амбулетик с помидорчиками. Две яичинки. Сососи. И вот это. Нет, обратно, как вы видите, у меня не получилось всё-таки пойти на лестницу. Пришлось ехать. Территория отеля, конечно, у нас внушительная. У нас огромный вот этот вот сам по себе главный корпус и его. Так. Мой жёстко настроен уже почти что в самой быстрой режим скорости. Нет, ну, ребят, после еды это достаточно быстрый шаг. Притом, что мы почти даже не лежали после еды. Обязательно нужно полежать отдохнуть. Хорошо, у меня, правда, чуть не стошнило от жары. Но было очень хорошо. Потом я попила водички и стала вообще жжать. Мы сейчас пойдём забирать маму и идём куда? На акваэробику. У нас сегодня какой-то гиперспортивный денёк. Мы ещё даже на море нахуй не были. Приехали на море, на море ещё не были. Ой, сколько ж ты уже бодруствуешь и на море провела времени. Сегодня я проспала и пришла на море уже восемь с чем-то. Это позор мне. Чувствую, что я уже преисполнилась в спорте. И тут можно опять год не заниматься уже спортом. Мама притащила сюда вот гамачок на травку такую. Сейчас пойдём на акваэробик-фидёфер на театр. Я пойду ещё одну шаглонку пробы. Всё, мы уже не успеваем, быстрее, ну. Одна денёшенька, боже мой. Оп, оп, оп. Три, два, шаг. Оп, оп. Ой, всё, спорта на сегодня точно хватит. Я дико уставшая. Сейчас уже начинается пик солнца. Вот, поэтому мы, наверное, сейчас пойдём уже собираться на обед. Только позавтрекали уже на обед. Вот, что-то надо будет перекусить. Потом чё, намуры, тусы-бусы, отдыха, коктейли, пляжи. Твои эмоции по поводу акваэробики. Охуеть, замотала так вообще она. Это я тебе дарю. Пушистико, а понюхай, как он пахнет. Слушай, это одуванчик турецкий, ребят. Лёгкий-лёгкий. Да, и пахнет вот такой. Лёгкий-лёгкий. Вот так вот. Ну, понюхай. Сашке покажи. Саш, посмотри. Лёгкий-лёгкий, всё, Дарья, да мне. А теперь я так другое присмотрела. Пошли, пожалуйста, я сейчас умру здесь, упаду, я ездим хочу. Как тебе? Не ешь. Как тебе? Как тебе? Смотри, какой салфи офигенный. Да как? О-о-о, кайф, какой у неё загар пошёл. Сказал засечь мне 7 минут. Спорим, не долежит. Всё, конечно, круто, но единственное, у меня вылез герпес. У меня всегда в поездках он на море вылезает. Из-за того, что я нахожусь на море, короче, у меня проблемы с этим герпесом постоянные. А я забыла мазь от герпеса и таблетки. Мне так больно, он прям очень всё портит. А высидела, пошли остальные 7 минут. А у меня тишина, хоть отдохну он немного от неё. Вообще не реагирует. Чего ты? Я хочу лежать, я хочу книжку читать и спать. Саша вчера просто два раза читал книгу, говорит, сейчас я 15 минут ещё почитаю и к вам приду. Блядь, и он засыпал на час. Татя, вообще-то ещё ни разу не сказал, я дофига рассказал, что у нас вообще-то раздельные влоги и надо смотреть оба, потому что у нас всё разное. Всё, быстро кушать. Какой колик? Там колик попьёшь. Там колик. После спорта нельзя колик. У нас тут ещё есть зона снэков. Те, кто не хотят идти типа на обед прямо туда, потому что нужно переодеваться, нельзя в купальниках. Вот, смотрите, тут всякие вкусняшки. Но мне кажется, всё-таки на улице портится. Ну, не знаю, у меня есть такое ощущение. Тут есть майонезные штучки. Вот, сыры всякие, мне кажется, да. Блядь, всё-таки достал он свою коку, да, и тогда мне тупо. Давайте я вам покажу, что у нас здесь находится. У нас огромный, конечно, этот фудкорт, я хотела сказать. Просто алтарь еды. Это у нас сладкого. По стандарту на самом деле. Здесь горящего, там именно гриль, здесь всякие закуски, салатики. Вот там вот супы, здесь всякие более правильные штучки. Хлебушек и там тоже всякие закуски, но уже такие, знаете, американские, типа картошки фри. Итак, я взяла себе пюре с болонезом, какую-то курочку на гриле, какие-то котлетки на гриле и рыбку на гриле. И салатик. И вот такой какой-то, не знаю, красный суп пахнет помидорами. Кто ест суп без лука, я вас не понимаю, ребят. Спасибо Олан Плюзеву. Можно есть побыстрее, я очень хочу уже десерт, очень хочу спуститься вниз за десерт, ребят. И мы пришли наконец-то за десертами. Посмотрите, какие здесь просто красота какая просто. Опять пришли смотреть. Это что за красота, господи. Ой, 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 быстро мне вот эти макароны. Я сейчас с ума-то очень сильно их полюбила. Не знаю, с чем это связано. Вот это мне быстро. Чечняшка уже у нас. Взяли еще кофейку. Нам дали вот столько макаронин, еще мы возьмем его в номер. А Саша свой десертик уже съел там, поэтому пьет кококолю. Зашли в номер, Саша отдохнуть, потому что мы очень устали. После обеды мы так плотно, видимо, покушали, что уже все. Вот, и досняли там для другого видеокадры. Ходи, пошли п'ять. Я не знаю, что он там будет тут, потому что он без телефона. Я снимаю на его телефон, потому что это мой сел. Там вот есть джакузи, смотрите, там чуть-чуть видно. Такой бассейн. Тут у нас такая красота. Это у меня в влоге было уже. И что, что это было у тебя в влоге? Сиди, пили чужой другой контент. Ну шире. Пятя, где мои очки? Очки. А телефон мой к тебе? Саша, он у меня в руках. Кто? Где ты? Жопка, вставай. Он вот подумается. Вот у него есть сила моря. Вот пораньше. Бегает. Посмотрите, мои плечи. Фагел. Как обычно, Лиз. Все, вот вообще ничего не меняется. С года в год одной замуж. Вот, друзья, и море. Ой. Холодное. А ну, знаете, вот в этом году такое прохладное, потому что мы рано еще приехали, море такое еще... Смотрите, у них реально очень интересные зубочистки. Они плоские, квадратные, такие вот. Лопатки. Очень интересные. Как? Лопатки. Все идут с моря, с бассейна. Сейна в номер, чтобы надеть свой лучший наряд, как всегда, на ужин. Так мне нравится эта традиция в отелях, типа. Утром ты ходишь, как бомжиха. Вечером ты должен надеть платье, каблучки и пойти тусить. Так странно. Ладно, ну мне это нравится. Такая, знаете, своя эстетика присутствует. Ой, поле розы. Начинается представление. Сейчас я буду смотреть деньги. Если кто-нибудь их у меня рвал, то я буду кричать очень сильно ссос. Как-то покажи. Сос! Итак, все под 10 замками. Все на месте. Все нормально. Ну а что он не едет-то, епте? Саша, не садись на них. Фу, ты теперь фу. У тебя вши. Быстро встань, уйди. Фу. Это действительно выглядело красиво и эстетично, до того, как я положила сюда баллонез. Извините, у меня такая сумма заправка баллонезная. Взяла рыбку, взяла маслины, без них у меня ни один вообще не обходится прием пищи. Салатик. Тот на территории отеля есть бесплатное мороженое, и я всегда беру одно и то же. Такое вот. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вот слышите противный писк? Это долбанутые цукаты, которые вот так орут всю ночь и весь день. И вот мы сели прям к нему, и он замолкает, и потом опять сразу... Вот так. Хватит концерта уже. Ты не Оля Бузова, прекрати. Искала его 20 минут. Конечно, где же он, блядь, может быть еще? Вот где? Покажи и сиди сюда. Он уже просто весь вспотел. Меня уже забронировали на игру, у меня мало времени осталось. Хочешь поиграть с чемпионом? Я уже чемпионат Турции только что выиграл, если что, ребят. Мы пришли в амфитеатр. Невероятное выступление впервые. То есть два последних дня, которые мы здесь были, не было никаких активностей. Вот что творят. Как будто из другой соты приехали. Кстати, на Пилатусе примерно такое же делали, по ощущениям. Ходили мы на этот концерт. Он был немножко странноватый. Там просто вот эти вот были танцы и акробатика. Хотя это стандартный, наверное, номер для отелей. Вот. Прикольно. Прикольно. Скочит, прыгают. Приятненько, да? Посмотреть такой, увидит такой перфоманс. Такое натерлись вот здесь ножки. Нам-нам-нам. Тоже неплохой перфоманс. Все, она не выдержала, ребят, в этих тапочек. Оп-оп-члепчок-члепчок-члепчок. Главное не упасть сюда. А то, что мы буквально идем в чужой отель в соседей, там есть дырка в заборе, потому что у них веселее музыка. Мамочки, мы идем к соседям. А-да! Мы в чужом отеле, все. Главное, что мы без браслетов. Где-то охранник у нас, где-то охранник. Мама. Ребят, нам пиздит, все. Нас развернули. Такие меня выиграли. Я их сняла. Иду так. Короче, выиграли нас сразу же с того отеля. Ты хрень с ней. Он спрашивает, ты по-английски разговариваешь? Говорю, no. И я ей говорю, we're just walking around. Боже, что All Inclusive делает с людьми? А это только второй день. На утро девушку нашли мертв. Он просто вышел из лифта и вот так лег. Боже, оно встало не в час дня. Короче, быстро, плотненько кушаем. И в Lab of Legends быстро лютой пулей летим. Вот это мило. Только что дали Саше визу на три года. Вот ему пришла вот виза на три года. Или в УНЖ на три года. Во Франции. До 26-го. Ну, к тому времени уж по любасу визу получишь. Что? Да иди ты нахуй. Ой, приехали. Вообще, вход, ребят. Сюда 7 тысяч. Это со скидкой нам с отеля сделали. Доехать сюда полторы тысячи. Ехать, между прочим, в 7 минут. Опа, нахуй. Итак, смотрите, что тут у нас есть. Я так понимаю, что... Где горки большие? Вот это... О, нихера себе, Саша, она огромная нахуй. Классно. Это вот зона аттракционов именно. Здесь вот всякие магазины. Зона АХ. Горные водки. Водки, хотел сказать. Тут, видимо, отдыхать надо. Какие 33 богатыря? Посмотри-ка, как это... Раз, два, 33, да. Я первый раз, ну, вот в таком масштабе. Ну, вообще вот. В масштабе. Да, в масштабе. Я думала, он там, ну, поменьше. А мы идем бесконечно. Это какой-то... Это вообще какой-то, не знаю, город отдельный. И вон я вижу Старбакс. Сегодня мы попали в элитное общество. Да. Сколько такое стоит элитное общество? 2000 рублей. Вот, смотрите, видите, она типа, ну, на воде будет проезжать. Вот она. Мама, я думала, это человек. Все, ребят, с Богом, пока. Ребят, good job. Короче, это была очень интересная горка. Мы сидели одни, вообще одни. Он поднимается на лифте. Я вам сейчас покажу этот лифт, подсниму. Это было очень страшно. Потому что нас было двое. Я ее перевешивала вот так вот, короче, по весу. Ну, сама она не такая большая, она даже маленькая, типа, не забавная. Ну, прикольно, что она в воде, прикольно. Не прикольно, что у меня все крохсы мокрые. Вот. Смотрите. Мамочки. Знаете, какой-то страшный пиздец просто. Это легендарное фото, потому что мы пьем Starbucks карпачино в легенде. Самое вкусное, которое я пробовала в мире, это здесь. Дорогие гости, пожалуйста, заявите, что вы из той же семьи, как и член семьи, используют вместе. Короче, мы сейчас сидим, ну все, мы уже на первом ряду. И вот эти хотели женить наше место, и им сказали нет, нет, нет. Короче, мы сейчас сели на первый ряд. Было очень круто, конечно, но в первый раз, конечно, теперь ощущения намного были пизже. Там был резкий подъем, и потом резкий спад, и поворот резкий. Все в глазах потемнело, начались звездочки. Я думала, я в обморок упала, я уже испугалась. Потом все нормально стало. А еще под конец у нас слезы вот так потекли. Сейчас, наверное, пойдем на вот эту карусель. Она типа вот так крутится, вот там останавливается, вот так перекручивается. Еще вот это полная хрень. Понравилась только синяя, которая американская. И понравилась белая, потому что там лифт страшный. Нормальные горки здесь закончились. Сейчас пойдем на аквагорки. Я предлагаю маме пойти на вот эту. Мам, у меня кормолола нет. Более того, на этих горках у меня обветрился мой герпес, и стал вот таким красивым цветом. Вау, 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 спасибо. Это так привлекательно. Что-нибудь есть под трусами, интересно. Ничего нет? Нет? Нет. Сфоткаю. Вот такой вот набор за тысячу рублей. Такие две маленькие шаурмишечки. И картошка фри. С кока-колей. Мало того, что у нас влоги. Все вместе. Ой. А мы в лодочке катаемся с мамой. А ну толкни нас. Ааа, куда? Лай-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пока. Камбула. Лай-лай. Ездили мы на горках этих подводных. Были на вот этой высокой горе. На самом деле, водные горки не такие интересные, как обычные. Но в целом нормально, мы катаемся с Сашкой вдвоем. Господи, его накидали, на него все. Просто вешалка идет, мой торшерчик. Много вообще всего посетили уже. Из водных горок посетили три. И три такие, средненькие. Вот в той трубе были, застряли с Сашкой. Боже, я никогда так не любила сильно кока-колу. Это что-то невозмутимо прекрасное. Кока-кола, еб. Мы с собой взяли то, что не доели. Картошка уже резиновая, но зато она стоит тысячу рублей. Тут сломалась дощечка. И видите, мы колу свою подставили, чтобы никто, ну, типа, не грохнулся. Потому что здесь уже мужчина поскользнулся. Короче, Сашка, аккуратно, Саш. Все, мы собрались. Мы с мамой сделали еще кружок, пока Саша был один на этих горках. И надо одному кататься, потому что я боюсь одной кататься. Вот, все, ем домой. У-у, Саша в носу под холодным душем. Вот они, хейтеры, ребят. Вечерние огонечки будут. Я не знаю. Это очень красиво. Перфекто. Зашли в Adidas. Знаете, тут столько всего классного. Прям такие прикольные всякие штучки. Конечно же, наконец-то, блядь, выбор кроссовок. Ой, смотрите. Смотрите, у-у-у, какие крутые. Типа с этими, с муми-троллями. О, вау. Смотрите, какие еще классные. Типа с рюкзачком. О, очень милые. Хотела еще вот такие, но закрытые прям, такие пирожочки. Вот, вот этими еще тоже понравились. Классные. Ой, мамочки. Маму очень вдохновили вот эти. Она в восторге. Тоже с такими этими питьками. Милые, милые, милые. Тоже классные розовые. Вообще, очень много классных. Ребят, мы сначала не поняли, но происходит шоу фонтанов. Почти как в Дубае. В принципе, я и не вижу отличий. Ой, решили в отель не ехать. Пришли покушать Starbucks. В ресторане такой лакшери кальян, ребят, розовый вот этот вот, да, только модный. А же как-то и хочется. Я когда вышла из аквапарка, я же вышла вся в мокром, потому что думала, мы сразу домой, мы пришли по магазинам. И Саша сейчас в ГЭПе купил себе шорты и футболку. Я сейчас ее надену, чтобы не мерзнуть, потому что мне холодно. Ура, мне не мокро и не холодно. Кстати, вот такой вот набор, костюм взял Саша. Зашли в ГЭС, и они меня разводят на покупку чемодана. В каждой поездке в Турции мы покупаем новый чемодан. Поскольку мы здесь не ходим на рынки, потому что у нашего отеля нет рынок, рынка, они не предлагают в ГЭС купить этот чемодан. Вот такой чемодан они мне хотят, чтобы я купила. Смотри, какая еще такая... Так, хватит. Ребят, мы тут пиздец, полтора часа в этом супер степе. Сашка себе привел комплект. Она хотела бы жить на Манхэттене. Из Деми Мур делиться секретами. Ребят, пьем воду Сака. Просто пиздец. В чемодане еще вещи, вот эти вот пакеты. И это, походу, еще не конец. Я не чувствую ног. Время почти 12 ночи. И вот мы плавно выходим к выходу, при этом еще заходя в магазины. Зато мы не поедем в Анталию, в магазин, ну, в ТЦ, потому что мы все вроде купили. Мы добрались до отеля. Последняя возможность покушать. Жали овощной супчик. Вот такую вкусняшку. Ребят, это просто что-то. Вот это, блядь, опять. Опять шамадан. Итак, мои покупки. Значит, первые вот такие широкие штаны Adidas. Ну, вы просто поняли, наверное, да, как они примерно выглядят. Широкая штанинка, такой прям огромный. Вот стандарт. Вот как вы себе представляете их на мне, они вот так и сидят. В Лакост купила вот такую белую. Вот эту вот их стандартную сумочку. Саша сказал, парижанки носят, значит мне надо. И к ней купила вот такой вот белый ободочек. Дальше просто. Вот такие кроксы. А, посмотрите. А, еще этот. К ним липучку вот такую вот. Да, это какая-то невероятная красотища. Серые, такие светло-серые. Прямо под эти штаны, да? Под эти штаны. Ой, все вообще сочетается жестко. Купила вот такие носки еще. Две пары. Серые тоже, видите, у меня что-то понесло. Единственное, что мне было нужно, это обувь. Правда. У меня ее вообще нет. Купила кампусы себе. Вот эти вот широкие, вот которые вот у них. Поняли? Вот эти вот плюшки. Серенькие замшевые вадики. Такие классные кампусы. Три племяшки. Такой вот костюмчик. И своей сестре, то есть ее маной, купила кипарик вот такой. Купила тапочки. Она попросила. Мы с ней по видеосвязи смотрели, мерили. У нас одинаковая нога. Вот. Кстати, очень классные, мне кажется. Я бы себе тоже таки купила. Но я уже эти. Крокс купил, подумала, ну куда мне уже, господи, куда. Спасибо, я его купила не на рынке, а то это было бы продолжение истории. Этот чемодан я уже купила в Геосе. Дороговато, но зато он такой Виктория Сиклет, да? Вот так с ним ездить. Ну, в закрытом формате. Вот так буду с ним. Ой, бля. Просто прошлому чемодану ему прям плохо. Он прям еле дышит уже. Реально. Он уже истратился. Что нахуй это дело? Ну, у нас нет 12 часов. Всегда в 10 приходили. Нет какой-то проблемы. Твоя матушка нас конкретно кинула, а она даже не берет трубку. А мы тем временем проснулись в 11.30. Пусть еще и поспим. И вот ждем обеда, когда можно будет пойти позавтракать. На самом деле мы после вчерашнего дня реально очень сильно устали. И, видимо, высыпались. Надеюсь, что мы сегодня не потратим ни одной минутки лишнего на лишнее. Я нихуя не загорела, блядь. Потому что я и не загорала нормально. Поэтому на сегодня цель жестко загореть. Была вот вообще вот на 5 тонов ниже. Темнее. Темнее. Загорели, да? Жарче. Солнечней. Вот такой, чтобы и такой денечек у нас сегодня не был. Просила же маму не вставлять чемодан туда. Я же сказала, украдут, сгладят. А она выложила. Вы знаете, мне пофиг. Я сегодня буду спать, значит, на этом. На улице. На шезлонге буду спать, чтобы утром проснуться и загорать. Ну, иначе я не знаю, что мне делать. Покажи, пожалуйста, свой загар. Мам, а где мой такой загар? Надо по утрам вставать. Мы просим тебя будить, а ты просто убегаешь на море. Надо хоть как-то немножко поспособствовать приятному дню. Поэтому мы пойдем пешком, чтобы. Пойдем пешком. Ура, ребята. Завтрак. Мечтам суждено забываться. Еда в моем желудке. Это счастье. Просто посмотрите, через какую призму я вижу мир. У меня все в дожде, конечно. Мы потеряли все, блин, наши карточки. Идем просить новые на ресепшн. Опять драться с ресепшном. Да, они хотя бы у бассейна. Это у нас зона спа. Просто она отличается тем, что она закрытая. Ну, типа, крытая. И есть закузи. Ой, ой, морсик. Взяла вот такой вот мультифрукт. Грейпфрут и апельсин. И Сащий песик. Конечно, смотрите, какой у Саши страшный. Какашечный, какие у меня солнечные. Так, Саш, главное не перепутать тревожную кнопку. Ребят, у Сашки карман поднялся, как будто это горб акулы. А вот и она. Но это пиздец, их не было 40 минут. А я одна, мне скучно. Мне тошно. Мы решили Сашку-то закапонить. Иди на волейбол уже спокойненько, Саш. Вот так у нас вот водичка подкапывает в ямочку. И я его вот так закапываю. Мам, садись, теперь ты. У меня, ребят, снова отчаянные попытки загореть. Я сгораю вот так. Конечно, жарко еще даже на солнце. Пока уже время уже пять. Но все равно жарко на солнце. Сашка играет в волейбол. Пошла его проведать, что он там да как. Боже, а что ж у него вся футболка в песке, ребят? Вся футболка у него просто в песке. Он весь в песке. Ёб твою мать. О, мой промазал мой маяш вообще. Ребят, мы собираемся уже на ужин. И в билек. Я не хочу в этот билек. Я хочу в пинг-пон. Мы, короче, помылись, почувствовались опять людьми. Саши не хотели давать ракетки. Сказали, что спиздили уже 15 пар. Как думаете, что же сделали мы? Главное в глаза. Я ей говорю, боже, какие они ужасные. Мы вообще не такие. Ни разу. У мамы маленькая сумочка лакост. А у меня большая. Пошла сегодня в новых кроксах, чтобы понять, насколько же в них удобно ходить. Посмотрите, какая огромная очередь. Это все за горячим стоят. Я взяла сегодня оголоную тарелку, потому что я нормально сегодня ела. и решила, что мне нужно съесть сегодня все. Зачем ты украла влажные салфетки? Если включено, можно брать все, что хочется. Ты бы видела, что я сейчас вынесла из ресторана полную тарелку орехов. Опять пересчитывает свои денежки. Каждую божью секунду пить. Там уже и вправду после вчерашнего дня нечего. Каждую монетку пересчитываю. Прошло три минуты с того, как мы ждем такси. Он уже не может. Здравствуйте, мы нашли нового... Мы нашли нового бомжа. Давайте сделаем на него обзор. Мы, видимо, его уже не в первый раз, на самом деле. Уже вики понятны. Испробованы. Иначе пинали уже его кто-то. Это очень опасный бомж. Очень агрессивный. Очень агрессивный. Куда ты сел? Это не ваша территория. Что? Смиграс. Смиграс, Смиграс. Собака? Ну там есть аптека. Там дальше есть аптека. Аптека? Для собак. Док. Хорошо. Док. Гагаг. Аптека для док. Петчо! Да-да-да. Короче, петшоп закрыт. Мы приехали в Миграс. Это как у нас пятерочка или перекресток, типа того, сетевые магазины продуктовые. Мы пришли за вином для моей сестры, она попросила купить. Мрамео и Джульетта. Смотрите, какие кроксы с мильоном. Very cute. В таком красивом торговом месте. В Белеке, центральный Белек. Это все правда? Да. И Биркин там правда? Мать божья. Ой, все Непаль, ребят. Все настоящее, все по дешевке и качественно. Саша, вы такое возите? Тут даже есть такие коллаборации. Никогда я даже не видела. Да, они просто дешевые сильно эксклюзивные. Вау. Мама попросила зайти в Элсей Вакики. Вот, смотрите, какая тут красивая вышивка. Ой, не-не-не. Давай такую Марсику купим? Да. Давай? Ну как раз нормально. А ему, мне кажется, да, вот тут ножки, лапки. Короче, я, Лиз, пока что-то выбирает, мне так скучно. Я хожу, примеряю рандомные всякие сапки. И сейчас мы будем ее удивлять новым луком. Я, короче, уже, наверное, луков 10 сменил. Заебал меня уже. А мне тут еще там дом. Так. Что-то зацепилось за что-то. Цепилось. А, накладывайте. Лиз. Ты, Саша, вот это, Порш, самая крутая машинка. Что, охуел? Ты вон тут. Саша, пиздец. Сейчас, не наклади, я сказала. Стоп, сейчас пошли на кассу со мной. Вы заплачиваете сейчас. Как же он меня заебался все в эти сни вечером. Все, мы вернулись в номер. Сейчас покажу свои покупки. Просто, мам, это какой-то, как это называется, контрабанда. Мама все пиздит на завтраке, обеде и ужине. И раскладывает всем на подарки. Она вот берет эти стаканчики. Накладывает им. Переносит в номер. А что покупать, если все включено? Это люкс. Итак, показываю, что купила в Элсе Вакики. О, блядь, подарок. Конечно же, из Парижа. Мне кажется, сейчас много у меня пляжных всяких таких штучек. Очень такой хороший. Стоило, кстати, всего 350 рублей. Вообще суперски. Просто обычные штанишки и широкие такие хорошие штанишки. Это стоило около полторы, допустим, типа того. Около тысячи рублей рубашка стоила. Вообще ни о чем. Под даже эту ночнушку очень красиво смотрится. Такие прям вообще классные. Шоппинг из май кардио. Мы потеряли Сашу. Он ушел. Говорит, я на полчасика пойду поиграю в бэмбинтон и приду. Его нет уже час. Там играет так музыка громко с двух отелей. Я не знаю, он уже в другом городе или где он находится. В общем, мы с мамой идем на поиски. Ничего нового. Все, мы с мамой выходим. Дружка найти. Может себе американца или финна какого-нибудь с ним. Он очень разговорчивый, очень коммуникабельный. Очень любит попить тут в инклюзиве. Как ты сказала, хоть бы он что не напился, мы в бассейне его не нашли, да? Вам скажи, какое у меня было в детстве любимое матное слово. А, пиздюк. Вот Саша, поэтому так и называется. Мы нашли жука. Вон он играет. Ишь ты. Заигрался уже полтора часа играет, а? Ты как будто купался в бассейне. Это пипец, Саша. Это просто пипец. Зато он выиграл. 10-8 сайтов. Оно и видно. Почему маму туда зашла первая, непонятно. Итак, дорогие друзья, время. Первый час ночи. У них партия. И скорее всего Лиза выиграет. Потому что на ней очень модные кроксы. Ботинки волшебной скороходы. Так что на этом видео подходит к своему логическому завершению. Я вас очень сильно призываю подписаться на мой канал, потому что совсем скоро выходят еще ролики, еще ролики, еще ролики. Очень вам благодарна за вашу поддержку, потому что с прошлым видосом у меня получилось немножечко сложновато. Вы меня очень сильно поддержали, за что я вам очень сильно благодарна. Если вы также хотите меня поддержать, лайк и комментарий. Эти теплые слова я читаю постоянно. Под любым видосом я абсолютно всегда читаю. Я могу не всегда лайкать, потому что я сижу с Сашиного аккаунта чаще всего на ютубе. Искренне спасибо. Я знаю, что в этом ролике должен был быть конкурс, и я обещала. Но дело в том, что мне еще не пришел сам подарок, который будет разыгрываться в конкурсе. Но видео новое совсем скоро, и я туда вставлю этот конкурс. Просто я пока не могу вам его показать. Это будет глупо разыгрывать то, что мне еще самой не пришло. Но, к сожалению, не по собственным обстоятельствам конкурс приносится на следующий ролик. Я с вами прощаюсь. Я пошла и убирать этот пиздец. Вы бы видели, сколько у меня стирки. Все. На этом все, ребяточки. Давайте. Поке-поке. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...